Другой смысл имени Аллаха Аль-Баис означает «посылающий пророков». Аллах на протяжении всей истории существования созданных им людей посылал к людям посланников, сообщавших им весть о вечной обители рая, призывая людей к истинному пути. Некоторым из своих посланников Аллах ниспосылал писания, которые указывали людям путь во мраке неведения и наставляли к вере. Поистине Аллах уже явил свое благоволение верным, назначив им посланника из них самих, кто им знамя его читает и очищает их. Писанию и мудрости их учат, хоть до этого пребывали они в явном заблуждении. Аль-Баки Вечный, постоянный, неприходящий Исчезнет все, что суще на земле. Навек останется лишь лик Господень, преславный, щедрый, достохвальный. Все сущее во Вселенной имеет свой конец. Человек рождается, живет и в конце своего весьма краткого жизненного пути умирает. Этот конец неизбежен для каждого из нас, без исключения. Смертны и люди, и растения, и животные однажды прекратить свое существование и Земля, и Вселенная. Таков закон. К примеру, дерево может просуществовать на Земле несколько сотен лет, но, в конце концов, и оно исчезнет. Все сущее, прожив определенный промежуток времени, оказывается в Земле. Смертны и приходящие, и неодушевленные сущности, и материя, и они имеют свой конец. Необратимый законов времени, все подвергает тлению и веншанию. Что осталось сегодня, к примеру, от народов, живших на Земле тысячи лет назад, сегодня мы видим лишь из тлевшей руины былой роскоши и красоты их строения. Об этом также напоминает нам Господь в Коране. И сколько селений сокрушили мы, когда они нечестие творили. Их стены сокрушились на их своды. Сколько пустых заброшенных колодцев и замков, стоящих в безмолвии. Напомни им, как много поколений до их прихода погубили мы. Ты чуешь хоть одно из них? Ты слышишь хоть малейший шорох? Так же, как и все сущее, имеет конец своего существования и наша бескрайняя Вселенная. Все небесные тела, звезды, галактики и Солнце однажды утратят весь энергетический запас и прекратят существование. Однако все перечисленное может исчезнуть в небытии и иным образом, если на то будет воля Всевышнего Творца. И Он назначил день конца Вселенной, день конца света. И Аллах непременно исполнит свой обет. Все конечно, и Вселенная, и все сотворенное. Аллах же Творец, и вечность принадлежит лишь Ему. Аль-Фалик, рассекающий тьму утренней зарей, расщепляющий зерно и семя. Поистине, Аллах расщепляет для израстания побега зерно и ядро. Он извлекает жизнь из мертвой плоти и из глубины живого вызывает смерть. Таков Он, Аллах. Так как же вы отвращаетесь так? Он рассекает небо утренней зарей. Он назначил ночь для покоя, отдохновения. А Солнце и Луну для счета времени назначил. На земле произрастает великое многообразие растений. У каждого из них есть зерна, отличающиеся друг от друга по форме и размерам. Бывает порой сухое зернышко может годами лежать где-либо без изменений. Однако стоит бросить эти зерна в почву, и уже через некоторое время они начнут прорастать из земли. Если задуматься образование из крохотного сухого семени различных видов растений, но самое главное живых растений – удивительное явление. Для того, чтобы из зерна выросло дерево, ему необходимо получить из почвы все нужные для этого процесса минералы и пустить свои ростки. Однако зерно не в состоянии определить, какие ему нужны минералы и какое количество воды. К тому же, даже если оно и получит минералы и воду, необходимо обладать наивысшими интеллектуальными способностями, чтобы создавать из себя деревья, дающие различные фрукты или зеленые растения. Совершенно ясно, что зерно не может обладать разумом и волей. Только лишь Творец Господь повелевает расщепиться семень, зерно или фруктовой косточки для израстания побега. По Его воле на земле растут тысячи видов деревьев и растений. В Коране Господь многократно напоминает людям, что лишь Он, Аллах, является Творцом Всего Сущего. Он — Тот, Кто вам низводит воду с неба, и Ею мы даем произрасти растениям всех видов, и Ею мы растим побеги злаков. Но если вы отворотитесь, что ж, я передал вам то, с чем мой Господь меня направил, и Он заменит вас другим народом, Ему нисколько вы не в силах навредить. Господь мой истинно хранитель всякой вещи. На сегодняшний день практически большинство ученых пришло к единому заключению, что Вселенная была создана из небытия, поскольку все факты, накопленные наукой на сегодняшний момент, не оставляют иного толкования и указывают на эту истину. Современная наука также доказала, что все живые и неживые существа, появившиеся вместе с отворенной Вселенной из небытия и существующие и по сей день, состоят из одних и тех же атомов. Кроме того, что поразительно, количество атомов, возникших в момент Большого взрыва и образования Вселенной, остается неизменным до настоящего момента. Однако, с той лишь разницей, что атомы, разлетевшиеся по сторонам в момент сотворения Вселенной с огромной скоростью, сегодня образуют звезды, Землю, воздух в атмосфере, воду на Земле, почву и даже наше с вами тело. К тому же это образование столь совершенное и упорядоченное, что становится ясным присутствие в каждом атоме наивысшей организационной силы. Ведь существование порядка и творения неизбежно указывает и на существование Творца, Создателя. Он сводит повеление с небес на землю. Здесь перед нами возникает очень важная истина. Аллах, который создал материю из небытия и наделил ее совершенной атомной структурой, естественно, владеет всеми знаниями касательно развития каждого ее уровня. Аллах все создает.